Здравствуйте, меня зовут Елена Малахова, я врач, психотерапевт, сексолог. Очень часто люди, которые обращаются ко мне за помощью, задают мне следующий вопрос. Как быть, если в паре у мужа и жены разный сексуальный темперамент? Здесь я предлагаю разобраться, действительно ли это разный гормонально, анатомически, физиологически обусловленный сексуальный темперамент. Но, как правило, когда мы говорим о паре в таких ситуациях, то сексуальный темперамент мужа выше, и его потребность сексуального общения и сближения выше, чем у жены. То есть жена проявляет некую такую холодность, или, по крайней мере, ритм сексуального сближения для нее желателен реже, чем у мужа. Так вот, действительно ли это гормонально обусловленное, то есть женщина родилась такой, поскольку у нас есть три вида половой конституции, это слабая, средняя и сильная. И у женщин чаще всего бывает, чаще всего, да, это средняя, но бывает и слабая. Так вот, здесь я предлагаю разобраться, если это связано с физиологией, и женщина от природы такая, что ей нужно меньше секса, чем у мужчины, то здесь, к сожалению, мы не можем чем-то помочь, но вот так вот, вы не подходите темпераментам, и вам самим решать, то ли вам сублимировать ванны, да, суррогатными способами, то ли искать другого партнера. Это ваша жизнь. Еще одной большой группой причин такой холодности супруги или ее неприхотливости в сексе может быть психологическая группа причин. Например, муж слишком механистически подходит к половому акту, длительность прелюдии не совпадает, поскольку секс для женщины, он более психологически окрашен, чем для мужчины, то для женщины важно выдержать эту прелюдию, да, то, что предшествует, предварительные ласки. Вообще, на самом деле, очень много женщин, которые застревают на такой эротической стадии психосексуального развития, эротическая – это значит ласки, это прикосновения, это петтинг, то есть без сексуального контакта. Мужчины же наоборот, они проживают все эти стадии психосексуального развития и активно себя и уверенно чувствуют на сексуальной стадии, именно на сближении. Тут помогает и откровенный разговор супруга, не нужно стесняться, это вполне естественно. Вы же не можете знать всех эрогенных зон своей жены, спросить, что бы она хотела видеть в вашем поведении во время полового акта, до полового акта, возможно, ее что-то смущает, возможно, ей хочется больше нежности, либо наоборот, от вас больше спонтанности. Следующий момент, важно понять, в ваших отношениях супруга всегда была такой, несколько сексуально холодноватой, либо это состояние такое затяжное, и оно постепенно нарастало. Тогда понятно, что есть какая-то психологическая ситуация, стрессовая в ваших отношениях, поскольку, как я уже неоднократно говорила, секс – это лакмусовая бумажка, индикатор отношений мужчины и женщины, значит, что-то произошло, какой-то скрытый или явный конфликт. Это тоже нужно выяснять, по сути, это семейная психотерапия. Также сексуальное желание женщины, оно зависит от фазы менструального цикла, поэтому нужно обратить внимание на следующий момент. Ваша супруга постоянно сексуально холодна, либо у нее это фазами. Допустим, чаще всего у женщин сексуальное желание острее перед менструациями, после менструации и во время овуляции. Это тоже момент надо отследить. Та тема, о которой мы сегодня коснулись, это не критично, ее можно изменить, с этим можно поработать. Всего лишь нужно учитывать индивидуальные особенности сексуального темперамента, которые могут отличаться у мужчины и женщины в паре. Поэтому будьте открыты, делитесь своими внутренними переживаниями, теми вещами, которые вы хотите сказать, но стесняетесь. Это будет только укреплять ваши отношения и позволит добавить новое ощущение в вашу сексуальную жизнь. Спасибо за внимание и до новых встреч!